Экобао в этом году получаемый в результате переработки отходов птицеводства по уникальной технологии на биогазовой установке, расположенной вблизи города Ставрополя на одной из птицефабрик. Экобао это жидкая фракция сброженного помета, содержащая жизненно важные для растений макро- и микроэлементы в хилатной форме, а также гормоны роста. Препарат прошел сертификацию на соответствие ГОСТу, применяется препарат при разложении божневных остатков, при обработке семян, вникерновая обработка и также применяется при поливе, это уже корневая обработка. Стоимость препарата сейчас 70 рублей литр, на слайде представлен расчет по нагрузке на гектар при обработке пшеницы Экобао полным циклом, это 336 рублей на гектар. Следующий слайд. Деляночные опыты по выращиванию пшеницы проводятся на полях в Калмыцком Низхе с 2014 года. Следующий слайд. Данные опытов показывают, что применение препарата Экобао в 2018 году на естественном агрохимическом фоне в среднем обеспечивает 28% прирост урожайности. По отношению к контролю и на фоне применения минеральных удобрений этот показатель составляет 34%. Следующий слайд. Опять же, деляночные опыты, это уже вы можете видеть этот год, 2018, пшеничка очень низкая, также в Калмыцком Низхе засуха и так далее. Следующий слайд. И вот показатели качества. Но это, к сожалению, в 2017 год, в 2018 еще нет данных по качеству зерна. Что хотелось бы сказать о качестве. Качество в 2017 году он был дождливый и качество зерна было низким. В общем, на всех вариантах. В вариантах только с обработкой семян, Экобао, рост, качество зерна не отмечается. А уже с обработкой по листу, это 2 литра на гектар, и потом подкормка вторая, еще 2 литра на гектар, прибавляет, соответственно, 0,8% белка и 0,5% клейковины. Максимальная урожайность и лучшие качества зерна получены в варианте, когда Экобао обрабатывается 4 литра на гектар, 4 литра на тонну и 4 литра на гектар с минеральными удобрениями. Следующий слайд. Производственные опыты и применение Экобао при выращивании пшеницы у нас проводятся в СПК Короломаркса, Ешелтинского района, Республики Калмыкия. Следующий слайд. Экобао также применяется при выращивании пшеницы в хозяйствах СПК Путленина, Подносенковского района, Луч Новоселецкого района, это все Ставропольский край. И о «Моя мечта» Благодаринского района, ну и другие хозяйства. Следующий слайд. И применение Экобао при выращивании как раз чечевицы. Ну, здесь хотелось бы поблагодарить Николая Георгиевича Гурского, вы его все знаете, за предоставленные анализы и постановку экспериментов. В Ставропольском крае у нас выращивали чечевицу, один из первых, это ИП глава КФХ Подберезный Николай Алексеевич, это в Туркменском районе. Ну, для примера, в 2016 году у него урожайность чечевицы составила 25,4 центнера с гектара. При примерно таких же условиях в Ставропольском крае было где-то 12-15 без обработки. Обрабатывает он, применяет Экобао, обрабатывает семена, затем первая подкормка растений перед цветением 2 литра на гектар, и вторая обработка это в период налива бобов, тоже 2 литра на гектар. Ну и в итоге, опять же, вы видите стоимость нагрузки на гектар. Уже общаясь, вот сказали, что в этом году, в 2018 году был засушливый год, и вот, кстати, Марухунов Вадим Викторович, он запахал свои поселы чечевицы, потому что, ну, уже нерентабельно было это все дальше. Николай Алексеевич Подберезный, он рассказал нам, вот, что, говорит, я не два раза смотрю, нужно подкормить, сажусь на трактор, еду, кормлю опять Экобао, в этом году он 5 раз обработал, 5 раз, и взял, ну, как бы не запахал, да, 7 центнеров с гектара, да, мало, но все равно взял. И здесь же так представлены, ну, вы видите на слайде, это различные с обработкой и без обработки чечевицы. Следующий слайд. Ну, здесь представлены воздействия Экобао на показательные всхожести и темпы начального роста. Одну минутку вам еще. Да, хорошо, я быстренько. Вот, с чечевицы получилась следующая ситуация, что сначала у нас использовали ее Экобао-фермеры, затем уже в 2017 году к нам подключился Николай Георгиевич Гурский и провел данные по всхожести и начальным этапам развития чечевицы. Вы можете тоже видеть, да, это разница от контроля и от других видов стимуляторов роста. Следующий слайд. Ну, и также нам провели и по другим культурам эти испытания. Ну, и хотелось бы, раз уже мало времени остается, также были испытания на огурце, тоже себя хорошо зарекомендовало это удобрение в теплицах при капельном поливе. Следующий слайд. Ну, также и цветы. Цветочники у нас очень много берут. Это в теплицах также. Затем Краснодарский нейрис подключился сейчас, выращивание чеснока и тыквы. И также есть испытания, и себя хорошо зарекомендовал препарат на выращивание картофеля. Следующий слайд. Все, доклад окончен. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо, друзья, есть вопросы, да, Алексей Петрович, пожалуйста, Емельянов, сторонник. Вы меня извините, пожалуйста, пять раз примените КАБАУ, получить 7 центров с гектара. Я думаю, что это, получается, я прикину сразу по 70 рублей за литр, это около 2000 рублей на гектар, получается. В связи с тем, что в прошлом году была страшнейшая засука, вот мы получили в бункерном весе, будем говорить, 8 центров с гектара, а остаток, потому что она низкая была, там осталось еще 2-3-4 центра, это точно осталось. Если взять 2017 год, то мы получили в 2017 году 26 центров с гектара, и только я применив благо, 3, есть такое, Ленинград производит, ну, в Агвас и КАБАУ, у них благо, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вот, лупить, будем говорить, бездумно, плакать деньги и получать 7 центров с гектара, я понимаю, что у вас свои, как сказать, биотехнологии, там, и так далее, и тому подобное. Ну, не надо, будем говорить, как 5 раз людей заставлять обрабатывать, или как, я не знаю, заставляли, не заставляли, не сами там обрабатывали. Мы заставляли дождя. Рекомендация у нас, двукратная обработка, это его, как бы, желание, да? Последнее, я извиняюсь, если не будет дождя, хоть бау, хоть мяу, ничего не будет. А у меня вопрос, ты был, Сергей Валерьевич, вот у вас... А еще один вопрос. А, есть еще один вопрос. Да, пожалуйста, сидим в Коковский район. В этом показательной таблице, мне интересно, как троль повторных, какая между контролем, какие варианты, все, потому что один район вы показали, в этом районе 7 центров, в этом 12. У меня на одном поле при контроле и повторности два варианта рядом идут. Разница бывает в 3, в 4, в 5, в 7, в 8 центров, а тут два района. Некорректно. Ну, по Чечевице... Как вы проводите свои опыты, когда вы думаете, пока Чечевице? Нет, таблицы и так далее, это все в Калмыцком низкие, эти опыты ставятся. По Чечевице опыты, в принципе, они не ставятся. Это уже идут данные, вы правильно заметили, что это разные районы и так далее, но... Поэтому я не увидел действия вашего препарата, честно. Просто как специалист, я не вижу. Можно я отвечу? Пожалуйста. Мы начинали заниматься с Кабарусем Виктором Ивановичем, который, к сожалению, не смог приехать. Но у того же подберезного, с наших же семян, вот рядышком поле, одни и те же условия, не обработанные нам на алкоголе. 12 центров с гектар, обработанные 24,3, первый год. У Марухнова нашего Вадима Викторовича 12,4 не обработанные, обработали 18,6 рядышком. То есть эффект был поразительный. Если тут у нас есть производственники, к нам когда привезли образцы, мы у себя помидорчики на нашем подсобном хозяйстве посеяли. Вот такой помидорчик был не обработанный. И вот такой, Наталья, скажи, обработанный. Помидоры, это эффект просто обалденный. Поэтому вы можете просто попробовать. А то, что, Алексей Петрович, не сравнить Азов и Георгиевский район Краснодарского края, это однозначно. Конечно же, у нас урожайность разная. Когда они Сокобава 24 получили, вы бы из него получили 24. А если бы вы применили, вот кто у нас применил в Азовском районе? 32, 34. Поэтому эффект, конечно, по нашим наблюдениям был феноменальный. Спасибо. А я хотел бы... Секундочку, мы можем поработать, в принципе, попробовать, посмотреть, чтобы вы могли сравнить небольшие делянки и так далее, чтобы... Кофе приедет, будет ли вы? Приглашаю в гости главную фразу, не услышали, да? Вот, услышали, услышали. Услышали.